Город Токмак Запорожской области это место, в котором раньше свела жизнь. Пока туда не пришли российские освободители и не принесли в Токмак смерть. Российский триколор сегодня подняли в центре города Токмак Пологовского района Запорожской области. Как сейчас живет оккупированный город? И правда ли, что российские войска утилизируют тела собственных солдат, чтобы скрыть потери? Сегодня все расскажем. Сначала полномасштабного вторжения со стороны России город Токмак находится под оккупацией. Украинцы, конечно же, массово выходили на улицы и сопротивлялись действиям оккупантов. Так, Мак, Запорожская область. Сегодня людей намного больше, чем вчера. А уже в мае месяце загадочным образом умирает легитимный мэр города Игорь Котелевский, который отказался сотрудничать с оккупантами. В городе тяжелая ситуация. Соответственно, ко всем бедам, которые на других оккупированных территориях отсутствуют, еще мэр покончил жизнь самоубийством или убили его. Это уже потом следственные органы весной. И, соответственно, усложнены все вопросы с управлением города и оказанием помощи в саду. В Токмаке все время активно действуют партизаны. Так Максим Махринов подобрал себя и захватчиков гранатой, когда те с обысками пришли к нему домой. После активных хлопков на территории Токмака стало известно, что россияне пытаются прятать тела своих погибших товарищей. Информация про то, что оккупанты сжигают тела своих солдат, она начала поступать еще с первых недель войны, с марта месяца. Соответственно, у них был разрыв в коммуникациях, у них медицинская система не обеспечивала работу, поэтому у них очень большое количество было погибших, там раненых, минимально люди умирают. Делают они все это, как всегда, варварски, подрывая тела собственных солдат. Вот недавно, на прошлой неделе, в одном из хозяйств нанесли удар, там были большие холодильники. Соответственно, тоже была информация, что там хранили тела погибших. И туда был нанесен ими же самими удар из ракетами для того, чтобы спалить останки. С каждым днем армия России уменьшается, но кремлевские власти пытаются делать вид, что все хорошо, все по плану. Там, где однажды российский флаг поднят был, спущен, но быть не может. Но, как показывает практика вооруженных сил Украины, российский флаг очень быстро спускается с законных украинских земель. С каждым днем влияние Путина ослабевает. Ему уже никто не верит и никто не поддерживает. Скоро Токмак, как и Балаклея, и Изюм снова станут украинскими. Без российских флагов и угроз собственным жизням. Редактор субтитров А.Семкин